В ночь на 23 мая окрестности Славянска вновь подверглись артиллерийскому обстрелу. Корреспонденты «Комсомольской правды» побывали в поселке Семеновка, что в 20 минутах езды от города, чтобы своими глазами увидеть последствия так называемой антитеррористической операции. Посмотрите, что творится. Это улица Орденоносцев, дом 32. Семья успела вчера выехать из дома. И где-то около в районе 10 часов вечера сюда упал артиллерийский снаряд, который разнес дом. Дом до сих пор горит. Слава богу, жертв нет, но улица в панике, люди плачут. Соседи тоже многие всю ночь провели в подвале. И никто не понимает, где же тут террористы, где сепаратисты, на основании чего, собственно, так называемой украинской армии ведет огонь по мирным жителям. Соседям дома 32 тоже досталось в эту ночь. Снаряд упал ровно в основание крыльца, разворотив надворные постройки. Часть из них сгорела. Пострадал и огород. Прямо посреди грядок с картошкой зияет огромная воронка. Люди не могут понять, за какие правонарушения они должны терпеть нападки новых киевских властей. Ведь в Семеновке нет и не было ополченцев, как нет блокпостов и прочих укреплений отрядов самообороны Славянска. Ну, Турчинов, пожалуйста, оставь нас в покое, дай нам спокойно, дай нам жить спокойно. Мы все люди мирные. Мы же ничего никому злого не делаем. У нас детей куча, а у нас старики парализованы лежат. Дайте нам жить. Дайте жить нам. Еще несколько недель назад многие местные жители хотели, чтобы Украина осталась единой. Но после ночной бомбежки люди решили, что больше не готовы жить в одной стране с теми, кто делает такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова